Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Красив, как дьявол Чем Элвис Пресли заразил человечество? Все могут короли На чем летал Карл Третий? Иногда показывают, но не дают нам исследовать его Тарелочки, сигары, шары Что еще придумали умельцы? Над этим работают очень многие лаборатории мира Тайное становится явным Куда подевалась гравитация? Официальная современная наука объяснить адекватно не может Он не Леннон Страшные тайны Ливерпульской четверки Они выглядели Как называемые серые человечки Серого цвета Скоро-ручками, скоро-ножками Ты чьи будешь? Как отличить инопланетянина от человека? Они могут жить вполне среди нар Также вы узнаете, куда делась гравитация? Кто придумал хиппи? Что привлекает инопланетян на Земле? И кому Ури Геллер грозит золотым яйцом? Сообщения о неопознанных летающих объектах поступают из разных уголков планеты Количество видео с аномальными явлениями в небе просто зашкаливает Об НЛО открыто заговорили на самом высоком уровне Например, в США летающие дорожки взяли под государственный контроль Что происходит? 7 сентября 2023 года на западе Афганистана в провинции Герат Произошло землетрясение магнитудой 6,2 Очаг залегал на глубине 10 километров Стихия уничтожила более 20 деревень Пострадали десятки тысяч человек Почти две с половиной тысячи погибли И число жертв с каждым днем увеличивается За два дня до этого мощное землетрясение магнитудой 6,6 сотрясло Японию Толчки начались в 11 утра по местному времени Возникла угроза цунами Поздним вечером 8 сентября в регионе Маракеш в Марокко, Северная Африка Произошло сильнейшее за последние 300 лет землетрясение Стихия унесла почти три тысячи жизней Все эти события связывают одно обстоятельство Незадолго до землетрясений жители наблюдали в небе одинаковые явления Скопление шарообразных объектов, молнии очень странных форм и синие вспышки В точности такие же, какие сверкали в небе над Турцией за несколько минут до начала Смертоносной катастрофы в феврале 2023 года Такое явление наблюдается регулярно перед крупными различными землетрясениями Когда мы исследуем различные посадки НЛО, пролеты НЛО Часто мы наблюдаем нарушения физики вокруг этих аппаратов То есть, собственно, ту же электризацию Возникает свечение плазмы Эксперты всерьез заговорили о том, что, скорее всего, молнии, шары и вспышки Это проявление тектонического оружия, с помощью которого вызывались бедствия Но звучали и другие версии Атмосферная и земная Земная заключается в том, что при движении подземных плит Они, в общем-то, ударяются, трутся между собой И таким образом возникает некое статическое электричество Но в таком случае любой всплеск электрической энергии Был бы незамедлительно зафиксирован точнейшей аппаратурой Которая присутствует на всех метео- и сейсмостациях Этого не было Вторая версия – это атмосферная Это в ионосфере на высоте где-то в 80-100 километрах Возможно, находится какой-то заряженный Или появился заряженный слой частиц В результате чего происходит некий такой пробой И наблюдаются вот такие атмосферные явления Молнии и так далее Настораживает то, что во всех землетрясениях присутствуют нехарактерные особенности В Афганистане и Японии эпицентры располагались очень глубоко На глубине 10 километров А в Маракеши, наоборот, очаг возник не в сейсмоопасной зоне А на небольшой глубине Именно это обстоятельство усилило мощность катастрофы Марокканская архитектура очень специфична И поэтому от толчков и автошоков Дома складывались, погребая под собой людей Здесь есть какое-то искусственное, скажем так Искусственное деяние, может быть, каких-то вот застрадутых даже цивилизаций Разрабатывая эту версию, эксперты высказали самое сногсшибательное предположение Это связано с деятельностью некой установки Это очень древнее сооружение Оно отстреливает метеориты и астероиды Все, что сняли люди А там есть очень интересные кадры Вот эти странные висящие шары Это так называемые терминаторы Именно их описывали не только очевидцы Тунгусского взрыва У меня есть видеоматериалы, отснятые Академией наук Японии Над вулканом Сакураджима Как работают эти терминаторы? Кому они принадлежат? Кто сконструировал их и запустил? Кто управляет этими процессами? Вопросов пока больше, чем ответов Сама по себе установка Она была построена группой инопланетных цивилизаций Которые были крайне заинтересованы в сохранении жизни на Земле Не только потому, что у них есть базы на Земле Но еще и потому, что в нашей Солнечной системе За Солнцем Есть еще одна планета Исторические тексты называют ее Мордук Так неужели землетрясение в Маракеши было спровоцировано инопланетным оружием по отражению метеоритов? Но ведь никаких оповещений о приближении метеорита не было Но в данном случае этот метеорит шел в параллельном измерении Объекты висели и ожидали его И вот в самый последний момент, когда происходит столкновение Происходит мощный электромагнитный разряд Он настолько мощен по своей силе Что он осуществляет эффект искривления пространства-времени И вот этот энергетический яркий столк И был зафиксирован очевидцами энерговыделения И стало причиной мощнейшего землетрясения У этой гипотезы есть подтверждение Событие тысячелетней давности В 1922 году индийский археолог Аракхал Дас Бенерджи Обнаружил на одном из островов реки Инд Крупнейший древний город И назвал его Мехенджо-Даро Это самое крупное древнее поселение в Южной Азии Изучая уникальную находку Ученые выяснили, что это был культурный и торговый центр древней цивилизации Город был уничтожен в мгновение Повсюду находили расплавленные кирпичи И превратившиеся в стекло камни Такое впечатление, что его просто сожгли каким-то небесным огнем Долгое время никто не мог разгадать тайну гибели Мехенджо-Даро Но сегодня исследователи уверенно выдвигают смелые гипотезы Людям, кто пострадал в Маракеше Повезло значительно больше, чем тем, кто жил в Мехенджо-Даро Потому что этот город в Индии погиб от такого же удара Но тот метеорит шел в нашем измерении Поэтому столкновение и уничтожение было прямо над городом Мощнейшая вспышка В одно мгновение все жители города погибли Колоссальные оплавления Но в случае с Маракешем объект шел в параллельном измерении Беспрецедентное событие, поражающее воображение Зафиксировала камера видеонаблюдения в реальном времени 24 августа 20 неопознанных летающих объектов сигарообразной формы Вылетели из кратера вулкана Папокотепиджи Этот вулкан вообще в Мексике является своего рода некой зоной 51 То есть над этим местом наблюдаются не только сигарообразные объекты А разные абсолютно формы Уже достаточно давно Над подножием этого вулкана находится населенный пункт И жители частенько становятся свидетелем каких-то таких странных явлений По некоторым предположениям вулкан является воротами для различных типов Неопознанных летающих объектов Которые регулярно наблюдаются в этих широтах Но кому принадлежат сигарообразные конструкции Которые периодически влетают в вулкан и вылетают из него Кто перемещается на этих аппаратах? Сигарообразные объекты являются своего рода транспортными кораблями Внутри которых могут находиться другие более мелкие корабли По каких-то иных цивилизаций То возможно это было какое-то изучение Или может быть транспортный прилет В ночь на 29 августа 2023 года В перуанской провинции Урубамба Округ Чинчара Сразу два фермера обнаружили своих овец убитыми изуверским образом Чьи-то проделки? Ужасные вещи происходят только тогда Когда из цепи поверхности так называемого третьего глобуса Выскакивают настоящие монстры Появляется, как что называется, проход Выскакивают Опасность представляют в течение буквально первых 30 минут Потом слабеют и вынуждены уходить обратно Среди селян перуанской провинции Новости о зверских убийствах распространились мгновенно И многие стали обвинять мифическую чупакабу Таинственного хищника, нападающего на животных И высасывающего у них кровь Были случаи, когда оказывалось, что уже после вскрытия Что не хватает каких-то органов Вот такие вот явления косвенно могут говорить О применении каких-то технологий неземных Другие же обратили внимание на схожесть случившегося в Урубамбе С феноменом увечья скота, который наделал много шума Во второй половине 20 века в США Сотни коров, овец и лошадей находили мертвыми В течение нескольких лет Подобного рода события я изучаю уже много лет И связаны эти, скажем так, хирургические операции С животными, с извлечением определенных органов Имеющих отношение к эндокринной системе Для того, чтобы воссоздать из тела биоробота Гуманоидную форму жизни Полноценную форму жизни Внятно объяснить, кто убил овец Представители Национальной службы здоровья животных растений Перу не смогли Официально они заявили, что, вероятно, их загрызла пух Видимо, на Земле появилась какая-то новая порода пум Пумы-хирурги, эту версию селяне не приняли Они уверены, что здесь поработали инопланетяне С ними согласны и некоторые исследователи Цивилизация — это, в нашем понимании, биороботы Для того, чтобы стать гуманоидами в полной мере В течение уже длительного времени Они собирают биологический материал И я помню, в 1995 году В Сан-Паулу, в Бразилии Подобная операция была проведена по отношению к человеку Как раз для того, чтобы постепенно С течением времени, не в одночасье Превратиться из биороботов в гуманоидную форму жизни Но списывать все на инопланетян, пожалуй, не стоит Вместе с нами на Земле существуют представители иных миров Которые для людей, как правило, невидимы Представляют ли они опасность для нас? Как к этому всему относиться? Относиться надо с юмором Дело в том, что представители других миров, когда сталкиваются с нами Зачастую пугаются еще больше Надо различать вот этих мелких элементарий Чисто энергетических сущностей, которые подпитываются от нас И высокоорганизованные сущности То есть, по сути, что у наших соседей, которые в силу обстоятельств Либо приходят сюда целиком, и они для нас зримые созаемые Либо присутствуют в виде проектов Ну или каких-то неплотных образований Нам еще только предстоит узнать, как на самом деле устроена жизнь на планете Земля И для этого будем внимательны к фактам В июле 2023 года со дна Тихого океана подняли частички на плотную горизонту Так ученые назвали метеорит, прилетевший из космоса Он был настолько плотным и тяжелым, что при контакте с атмосферой Нераспасывал с точки на других метеоритах В 2017 году ведущий ученый Пентагона Шон Кирпатрик и астрофизик Авраам Леп Опубликовали большое исследование Они заявили, что по всей видимости в Солнечной системе Находится гигантский инопланетный корабль с горообразной формы Который наблюдает за нами при помощи зондов-разведчиков В 2014 году в Тихий океан упал метеорит И гарвардский физик нашел место падения И на месте падения были какие-то наподобие металлических, явно искусственных шариков И что самое интересное, самый главный вопрос Как этим вообще шарикам, конструкциям удалось сохраниться Потому что все, что входит в атмосферу Оно должно по большому счету превратиться в пыль Этот очень странный метеорит получил номер АМ-1 До самого момента падения в океан он почему-то так и не разделился на мелкие обломки Что намекало на то, что он очень плотный и тяжелый Высказывались даже мнения, что это был самый тяжелый метеорит за всю историю наблюдений Это прямое, конечно, доказательство того, что где-то в космосе может существовать жизнь То есть это может быть элементарно какой-то обломок какого-то космического корабля Или специально, или не специально направленный сюда В 2017 году заявление Авраама Леба посчитали одиозным Но в июле 2023-го физик вместе со своей командой Предъявил критикам поднятые со дна океана частички так называемого инопланетного зонда Он рассказал, что экспедиция прибыла к месту падения метеорита на научно-исследовательском судне С помощью специального оборудования, которое исследователи назвали магнитные сани На поверхность достали остатки упавшего тела Металлические шарики с аномальными показателями они обнаружили, когда разбирали добытый материал Что касается находки, сделанной профессором Имеет прямое отношение к деятельности инопланетной установки, которая отстреливает метеориты и астероиды Несмотря на то, что была высказана гипотеза, связывающая нахождение вот этих микросфер Металлических объектов маленького размера с неким космическим кораблем И речь идет об изучении около 700 образцов Хочу сказать, что наука давно знакома с подобного рода образцами Оказывается, аналогичные фрагменты шарообразной формы обнаружены не впервые Такие же артефакты находили и на месте взрыва Тунгусского метеорита Причем, что очень важно, зона распределения, разброса этих сфер составляла 2500 квадратных километров После этого исследованием этих сфер занимался университет Санта-Барбара В частности, под руководством Джеймса Кеннета И в этом поиске участвовало 28 специалистов из 24 стран Обследовались 18 зон, где были найдены эти микросферы, на четырех континентах Общая площадь засорения вот этого техногенного составила 50 миллионов километров Команда Абраама Леба успела проанализировать всего 57 сфер из 700 найденных Основные составляющие элементы в них бериллии, лантан и уран Причем лантан и урана в составе в 500 раз больше, чем в земных породах А бериллия больше в сотни раз Последнее особенно важно, потому что бериллий, который является вторым по легкости твердым материалом В периодической таблице Менделеева Образуется в результате бурной реакции расщепления В которой участвуют космические лучи высокой энергии Мы пока ждем окончательных результатов, потому что здесь нужны, конечно, подтверждения Но если вот этот факт подтвердится, то можно говорить об технических параметрах этих устройств Которые прибыли откуда-то из космоса Появляется все больше подтвержденной информации об инопланетных объектах И она больше не воспринимается как сенсация Даже правительственные организации говорят об этом открыто Все помнят первое публичное слушание по проблеме НЛО Которое состоялось 26 июля 2023 года в Конгрессе США 12 сентября 2023 года тема пришельцев снова всплыла на государственном уровне На этот раз в Конгрессе Мексики прошли слушания об НЛО Известный мексиканский уфолог Хайме Моссен принес на заседание Мумифицированные останки гуманоидов, которые были найдены в городе Наска в Перу в 2017 году Предъявление этих мумий правительству было связано с желанием придать гласности Сам факт существования этих находок Находок, которые прошли через научное обследование тестирования Находки, которые показали сам факт существования неких инопланетных представителей На что современная наука не реагирует никак Поэтому это был последний крик выпиющего в пустыне Исследованием этих мумий занимался и известный российский инженер-физик из Санкт-Петербурга Константин Коротков Его группа изучала мумии самым тщательным образом Используя в том числе метод газоразрядной визуализации Результаты исследований показали, что это существа, не имеющие отношения к земной форме жизни Это нечто отдельно стоящее Причем найдены были мумии разного роста Были достаточно большие, где-то в среднем метрах 60 Были какие-то маленькие совсем По физическим признакам пришельцы напоминали людей У них две трехполые руки, пара глаз и голова Мумии не похожи ни на один земной организм Удалось установить и их возраст И по результатам этих исследований, казалось бы, должна иметь место некая сенсация Но ничего не произошло Ученый мир никак не отреагировал на результаты вполне себе научных исследований Поэтому Хайми Мусан взял и показал это все публично во время заседания правительства Мусан продемонстрировал в Конгрессе Мексики результаты молекулярного анализа мумий Доказывающие, что они внеземного происхождения Однако мексиканское правительство не согласилось признать сенсацию Вопрос повис в воздухе Так это пришельцы или нет? А американцы наоборот После июльского заседания в Сенате взяли быка за рога Вообще в США последние годы наблюдается некий бум наблюдений В 2021 году еще на докладах Министерства обороны говорилось о том Что авиация в США сталкивается с какими-то непонятными аппаратами Которые не могут идентифицировать Стоит отметить, что в США НЛО переименовали в неопознанные аномальные явления Под аномалиями надо понимать в первую очередь те объекты Которые вот уже несколько лет бесчинствуют в небе рядом с авианосцами Истребителями и другой военной техникой Это может являться угрозой безопасности Соединенных Штатов И одна из причин, например, может быть заключаться в том Что количество вот таких вот сообщений неопознанных питающих объектов Оно выросло, оно растет Оно растет не только в США, а и в других странах Правительства разных стран заговорили на запретную тему об НЛО Потому что не могли молчать Слишком много информации всплывает со всех сторон Сложная политическая обстановка в мире Люди устали от экономической турбулентности и войн А между тем по всему миру снимают на видео Все больше неопознанных аномальных явлений И нет этому ни конца и ни края Может быть у инопланетян сейчас просто модно Летать на Землю с туристическими экскурсиями Япония – любимое место инопланетных туристов НЛО здесь так и шансов Похоже, что каждый пришелец считает своим долгом Посетить прежде всего Хиросиму и Накасаки Неужели им нравится, что на эти города были сброшены авторные годы? Правительство США выпустило карту, на которой отслеживаются сообщения о неопознанных летающих объектах Выяснилось, что Япония действительно входит в число горячих точек Для наблюдения неопознанных летающих объектов Наряду с побережьями США и Ближним Востоком Особенно много объектов отмечают недалеко от Нагасаки и Хиросими Где США взорвали атомные бомбы Возникает вопрос Ждать ли нам массированного инопланетного вторжения? А может, оно уже давно произошло, а мы и не заметили? Уместно говорить, наверное, о влиянии, например, на ход событий Вот это, в принципе, может иметь место быть В нашей истории были какие-то повороты, которые курировались, скажем так, богами с неба Как их раньше называли, да, и мы такие, в общем-то, сообщения из древности периодически находим Если исходить из многомерности нашего мира То неопознанные аномальные явления запросто могут быть проявлениями наших соседей по земной квартире Только живущих в других мерностях и даже в другом временном пространстве Эти цивилизации, может быть, следят за тем, чтобы мы друг друга просто не уничтожили Потому что, возможно, эта вероятность какая-то сейчас есть Или есть такая интересная версия про инновремян То есть, что мы наблюдаем не корабли, не пришельцев из других планет Это наши потомки из будущего на неких таких устройствах, которые могут перемещаться во времени И таким образом они наблюдают за процессом Как бы то ни было, почему-то именно сейчас открываются исторические факты Которые долгое время были скрыты от общественности И эти факты многое ставят на свои места Смотрите далее Голова предмет темный Кто чипировал Наполеона? Был обнаружен непосредственно в черепе Наполеона Красив, как дьявол Чем Элвис Пресли заразил человечество? Все могут короли, и на чем летал Карл Третий Иногда показывают, но не дает на нас исследовательство Тарелочки, сигары, шары Что еще придумали умельцы? Над этим работают очень многие лаборатории мира Тайны становятся явным, куда делась гравитация Официально современная наука объяснить адекватно не может Он, не Ленан, страшные тайны Ливерпульской четверки Они выглядели как называемые серые человечки Серого цвета, столкними ручками, столкними ножками Ты чьи будешь? Как отличить инопланетянина от человека? Они могут жить вполне среди нарк Как же вы узнаете, куда делась гравитация? Кто придумал хипи и кому Ури Геннер грозит золотым яйцом? Французский ученый Антуан Лефевр обнаружил в черепе Наполеона Барапарта металлические металлические Во всяком случае, именно на него была похожа пластина диаметром чуть больше сантиметра Судя по всему, имплант установили еще при жизни пиратов Можно предположить, что именно чип был причиной гения Бонапарта Его невероятного политического и военного успеха Это сегодня чипированием уже никого не удивишь А раньше мы и догадываться о таком не могли Когда жил Наполеон? Это конец 18-го и первая половина 19-го века О каких чипах может идти речь? Откуда же он мог взяться? Только от тех цивилизаций, которые достигли уже такого уровня А это не планета Земля, это инопланетяне Но для чего полководца чипировали? Какие цели преследовали? Было ли это добровольно или Бонапарта насильно осчастливили пластинкой в мозгу? Другие великие люди, которые творили историю Которые разворачивали человечество на 180 градусов И направляли всю цивилизацию по определенным путям Что именно эти люди подвергались обработке инопланетных цивилизаций Стоящих на более высоких ступенях организации и жизни Ну а тогда складывается совсем уже печальная картина Выходит, что людьми управляют некие кураторы Которые направляют развитие всей цивилизации туда, куда хотят И даже не спрашивают человечество, хочет ли оно этого Нужно думать, что инопланетяне это какие-то вот такие ангелы Скорее здесь определенного рода манипуляция, простройка человечества Которые должны пройти по определенному пути Для каких-то целей, которые преследуют именно вот эти инопланетные цивилизации К своей выгоде, не к нашей фами Еще одна выдающаяся личность уходящей эпохи Владимир Ильич Ульянов-Ленин В СССР биографию вождя пролетариата все знали наизусть И лишь спустя 30 лет после распада Советского Союза Стали всплывать скрытые и ранее факты жизни Ленина В частности, сведения о том, что произошло 14 августа 1873 года В этот день был церковный праздник И вдруг над одним храмом в Ульяновской области В Симбирской губернии, где и рос маленький Володя Ульянов Завис какой-то объект, светящийся голубым Выглядел он как огромный шар И часа два он там висел и сиял Этот момент, он отмечен в архивных записях И вот именно в этот день Володя Ульянов пропал Причем пропал не на час, не на два, а на две недели Он был ладен за тысяч верст от Симбирска Можете себе представить, как мальчик там мог оказаться Его нашли совершенно случайно на обочной дороге местные крестьяне В архивах сохранилось письмо врача Который осматривал найденного трехлетнего малыша к своему коллеге Он отмечал, что у мальчика не было никаких физических отклонений Но было что-то странное и противоестественное в его поведении Многие ученые, которые исследуют именно аномальные какие-то явления Они тоже выдвинули гипотезу, что как раз Володя Ульянов Мог быть подвергнут тоже определенной обработке Какому-то кодированию, можно даже сказать зомбированию Вот представителями этих внепланетных цивилизаций в своих целях И вполне можно допустить, что именно через перенастройку великих личностей Неизвестные инопланетяне или иномеряне Запускали ход событий так, как было нужно им Кстати, инопланетное влияние прослеживается и в судьбах Других известных деятелей В момент рождения культового американского певца Элвиса Пресли Над домом его родителей внезапно всплывали Какой-то объект Это мальчик-белосильный Ему якобы доверилось другое существо Созвездное И сообщили ему, что он был зимой Мало кто знает, что у Элвиса был брат-близнец Который родился мертвым Известно, что у евреев национальность определяется по матери В судьбе Пресли много таинственных знаков Его жизнь всегда вызывала очень много вопросов И ее связывают с влиянием инопланетян Даже более того, утверждают многие, что Элвис Пресли сам был не отсюда Не с нашей планеты Его отец, Бердон Пресли, заявлял, что в момент рождения Элвиса Над его домом был зафиксирован и обнаружен светящийся шар Если верить в эту гипотезу В судьбе мальчика принимал участие таинственный шарообразный объект Он вспыхнул и засветился тоже голубым светом прямо над домом Пресли В городе Пьюпило в момент родов Может быть поэтому брат-близнец Элвиса был убит в утробе А его сила отдана будущей звезде рок-н-ролла В возрасте 6-7 лет у него был контакт пятой степени Он об этом признавался своей подруге Ванде Хилл Элвис признавался, что с ним в контакт вошли две неземные сущности Двое светящихся субъект Элвис говорил всем, что это были ангелы Эти ангелы сообщили ему, что он из этой планеты Что он не человек Что он принадлежит к их расе и их виду Если развивать эту версию дальше Можно предположить, что от светящихся существ Элвис мог узнать, что сам происходит с планеты Вращающейся вокруг голубой звезды в созвездии Ориона Той самой, с которой и они прибыли на Землю Они даже продемонстрировали ему своеобразный фильм Где он на сцене в белых одеяниях Где он занимается каратэ Элвис помнил об этой встрече всю свою жизнь Часто вспоминал об этом Рассказывая своим друзьям Что хотели внеземные создания Подарить человечеству в лице Элвиса Разумеется, его музыка, его песни Особые трансовые состояния, в которые погружались люди Во время его концерта Говорит очень о многом Помимо музыкального и песенного дара Элвис, видимо, обладал и паранормальными способностями Его подруга утверждает, что однажды в ее присутствии Он силой воли передвинул большую стеклянную пепельницу С одного края столика на другой Стоит всего лишь посмотреть записи с концертов Элвиса И вы увидите и поймете, какие трансовые состояния подали люди Они себя не контролируют Какие особые волны испускал голос Элвиса Неужели в его музыке было что-то большее? Разумеется, в подобных трансовых состояниях Люди себя не контролируют Их можно изучать Можно подключаться к их сознанию, их подсознанию Они становятся своеобразными марионетками Но в чьих руках? Вот в чем вопрос Пресли не зря называют королем рок-н-ролла Этот стиль музыки завоевал весь мир с его легкой подачей Поначалу рок-н-ролл называли музыкой животных Потому что песни Пресли приводили зрителей в животный экстаз Эффект массовой истерии от рок-н-ролла тщательно изучался психологами Начиная с 50-х годов 20-го века В частности, Тавистокским институтом человеческих отношений Который всегда функционировал под крылом британских оборонных и разведывательных структур Элвис запустил на нашей планете психическую эпидемию под названием рок Случайно или нет? Но в дальнейшем практически все исполнители рока присягали на верность князю тьмы Откровенно называли себя сатанистами и даже исполняли на концертах сатанинские обряды Превратить человека в разумное управляемое животное при помощи рока Так может быть в этом и был смысл встречи Элвиса со светящимися жителями Ориона Которые, как оказалось, были вовсе не ангелами Разговоры об адском происхождении рок-музыки с новой силой возобновились в 60-х годах Когда в одном из интервью Джон Леннон безапелляционно заявил, что Битлз популярнее Христа История этой британской группы тоже хранит немало мрачных тайн Смотрите далее. Он не Леннон. Страшные тайны Ливерпульской четверки Они выглядели как так называемые серые человечки, серого цвета, с тонкими ручками, с тонкими ножками Все могут троллить. На чем летал Карл Третий? Иногда показывают, но я не даметный анализ и даметный исследователь Тарелочки, сигары, шары. Что еще придумали умельцы? Над этим работают очень многие лаборатории мира Тайное становится явным. Куда подевалась гравитация? Официально современная наука объяснить адекватно не может И чьих молодежь? Как отличить инопланетянина от человека? Они могут жить вполне среди нас Также вы узнаете, кто придумал хитрик, кому Ури Генлер грозит золотым яйцом И что привлекает инопланетян на Земле Джон Леннон икона 20 века Рок-музыкант, член Ливерпульской четверки Оказывается, тоже интересовался темой НЛО и инопланетян И не просто так Со своей подружкой в Нью-Йорке Будучи на самом верхнем этаже небоскреба Проводил приятное время Они стояли у окна И мимо них проплыл вот такой вот летающий объект Огромной форме диска С какими-то белыми огнями Как он рассказывал в подробности Потому что они рассмотрели еще и красным каким-то огнем наверху Газеты выходили, все это было рассказано огромным количеством людей И после этого он очень заинтересовался этой темой Возможно, вы удивитесь, но сексуальная революция, движение битников и хиппи с их специфическим сленгом появились не сами по себе Это проекты, разработанные в американских университетах Не молодые бунтари, а взрослые ученые, психологи и социологи придумали и ввели в оборот слова Тинейджер, круто, бой-бенд, лозунги, занимайтесь любовью, а не войной, секс, наркотики, рок-н-ролл и другие певлы Они же способствовали раскрутке группы Битлз Джон Леннон признавался, что и он, и другие члены его группы В частности, Пол Маккартни, который, к слову сказать, по-моему, даже не был обучен музыкальной грамоте И никакого отношения к их сложению, в общем-то, никогда не умер Те песни, которые потрясли в свое время мир, они были получены ими извиня, так скажем Его признание друзьям, что музыку, которую пишут он и его коллеги по группе, приходят свыше Приходят информационным потоком, бесконтрольно, неосознанно Они не сидели, не писали, не думали над своими текстами Они приходили свыше, как будто кто-то диктовал им каждое слово, каждую ноту их песни Группа распалась в 1970-м на пике славы Но популярность Джона Леннона только росла Он все больше интересовался эзотерикой и мистикой Познакомился с известным экстрасенсом Ури Геллером Они дружили, часто общались Он уже жил с Йока-Она Это было, кстати, незадолго до его гибели от рук убийцы Где-то недели за три Ночью он просыпается и видит, что от двери исходит свет Там стояли три сущности Они выглядели как так называемые серые человечки Серого цвета, с тонкими ручками, с тонкими ножками Они ему сделали подарок Это был предмет яйцевидной формы На вид золотистый, как бы металлический В отличие от обычного яйца, инопланетный артефакт мог устойчиво стоять в вертикальном положении и был довольно увесист После смерти Джона Леннона Обладателем этого инопланетного предмета стал Ури Геллер Ури Геллер дает сфотографировать его, иногда показывает, но не дает анализ и дает исследовать его Совершенно очевидно, что за каждой выдающейся личностью тянется шлейф воздействия на нее каких-то неземных существ Как еще присутствие иных проявляется в нашем мире Некоторые фологи считают, что на самом деле совы не те, кем кажутся Люди, увидевшие решения, редко говорят, что их хозяин победил ее совы 10 сентября 2022 года на британский престол взошел принц Чарльз Среди прочих документов ему передали архивы исследований НЛО НЛО они интересовались всерьез Королевская семья получала оперативно-профессиональные доклады от военных Они собирали материал книги, приглашали в Букингенский дворец очевидцев, пытались их расспрашивать Великобритания негласно играет очень важную роль в изучении уфологии То, что общество подается как НЛО на самом деле является технологией, известной очень узким кругом То, что нам сейчас предоставляют на публику, оно не означает, что это было именно так Мы, скажем так, знаем только верхушку айсберга Я не исключаю того, что королевская семья имела доступ к каким-то технологиям или объектам, которые имеют неземное происхождение Некоторые бывшие сотрудники Букингемского дворца неофициально заявляют Что дядя принца Филиппа, Луис Маунтбеттен, имел свою базу НЛО в поместье Бродли В 1980 году под Рождество в лесу рядом с поместьем сел неопознанный летающий объект О нем сообщили свидетели Объект обследовали военные и даже вступили в контакт с пришельцами Дело назвали британским Роузвелл О событии тогда сообщили многие СМИ, но потом его тщательно засекретили и материалы из архивов загадочно исчезли Известно, что Елизавете II лично докладывали о ходе расследования В 1975 году принц Чарльз, будущий король Карл III, работал над проектом Серпика Который исследовал новые виды транспорта Проект был засекречен, но тем не менее известно, что он базировался на технологиях Николы Теслы И послевоенных разработках немцев Технологии создавались на основе разбившихся НЛО и древних индийских трактатов В которых очень подробно описано создание летательных кораблей Виманов Технологии Виманов до конца не расшифрованы По крайней мере, официального заявления об этом нет И мы можем судить об этом только по косвенным признакам Есть очень серьезное предположение Что в этих Виманах использовалась ртуть в качестве рабочего вещества Для создания антигравитации по механизму кольцевого разгона Допустим, электромагнитными импульсами И мысли тут уже гадать, не перегадать Это кадры коронации Карла Третьего Фотограф Саймон Балсон с 13 этажа своего дома в Лаймхаусе Снимает пролет самолетов королевских ВВС Погода была плохая, в небе не было птиц На одной из фотографий Саймон обнаружил маленький красноватый объект Что это? НЛО? Очевидцы говорят, что он двигался странным образом Будто законы гравитации на него не действовали Само понятие, физическое явление, вот гравитация Официальная современная наука объяснить адекватно не может Просто это надо принять как заданность Что вот та гипотеза, та концепция, на которую опирается академическая наука Описывающая гравитацию, она только описывает, но не объясняет Но если такие корабли существуют, значит, кто-то смог обойти законы физики В 90-е годы 20 века физик-экспериментатор Спартак Поляков Изучая необычные свойства ртути, нарушил законы гравитации Ему удалось поднять в воздух аппарат весом в несколько килограммов на высоту 400 метров Но эти исследования не получили широкого признания в научном мире Хотя не исключено, что их передали военным Поляков описал свои эксперименты в научном труде Введение в экспериментальную гравитонику Это наука, которая позволит в будущем совершать космические полеты Такие же, как, например, мы наблюдаем летающие тарелки Гравитолеты или виманы в Индии описанные Над этим работают очень многие лаборатории мира Потому что это наше будущее Хочется надеяться, что в руках землян уже есть технологии, которые позволяют перемещаться в разные мерности и пространства Включая далекий космос Но эти технологии скрыты Потому что если их использовать в мирных целях, больше не придется качать из недр газ и добывать нефть Это новый вид природной энергии, которую используют другие высокоразвитые цивилизации Угрожает ли нам инопланетное вторжение? Возможно, все не так страшно, как показывают в фантастических фильмах Но это не исключено, что вторжение уже измышляет А люди ничего не заметили Инопланетяне давно уже не стали в соседстве Как их вычислить? Вероятно, как это показано во многих голливудских фильмах На Земле действительно скрытно живут инопланетяне Иногда они проявляются в своем обличии Иногда принимают человеческий облик Можно ли их отличить? Они могут жить вполне среди нас Но точно так же, как и мы изучаем природу Внедряемся в эту природу Не исключено, что они делают то же самое Причем они могут среди нас быть в разных формах Потому что мы вообще не знаем, что такое жизнь до сих пор И не исключено, что с нами могут быть рядом цивилизации Которые мы просто не замечаем На нашей планете созданы очень подходящие условия Для прохождения уроков самого разного уровня сложности И накопления бесценного опыта Только здесь, на планете Земля Живые существа обладают широчайшим спектром эмоций Имеют право выбора Это так называемый закон свободной воли Имеют возможность созидать и творить А так же убивать и воевать Ну где еще можно пройти такую школу выживания? Британские журналисты пишут, что Россию и Китай поддерживают инопланетяне Пришельцы снабжают эти страны технологиями, которые помогают им одержать победу над Западом Правда это или вымысель, пока понять сложно Хотите знать больше? Смотрите нас по будням в 17-м Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин